Несколько историй о любви – это новый пеший туристический маршрут, который поможет жителям и гостям города за красивой архитектурой увидеть реальных людей. Пять домов, пять историй, пять человеческих судеб. Узнать тайны семейных отношений помогут таблички, установленные у каждого из них. Мало кто знает, но имя Сергея Есенина связано не только с Константинова, но и с театром на Соборной. Именно здесь работала его муза Августина Миклашевская, которой поэт посвятил цикл стихов «Любовь хулигана». Поступь нежный, легкий стан, Если б знала ты сердцем упорным, Как умеет любить хулиган, Как умеет он быть покорным. Актриса камерного театра Августа Миклашевская оказалась холодна к поэту и воспринимала его только как друга. Сама же она безответно любила другого. Девушка пережила Сергея Есенина на 52 года. Их взаимоотношения он описал в одном из самых лиричных циклов своих произведений. Познакомиться с другой парой можно на улице Николы Дворянской в доме 24. Писатель Михаил Салтыков-Щедрин женился на Елизавете Болтиной. Девушка была моложе мужа на 14 лет. Вскоре после свадьбы пара переехала в Рязань и стала жить в большом доме в центре города. Елизавета обожала балы, красивые наряды и светские приемы. Михаил Евграфович же, напротив, с головой погрузился в работу. Должность вице-губернатора и запущенные дела Рязанской губернии не оставляли ему времени на отдых. Однако жену он любил всем сердцем и закрывал глаза на ее маленькие недостатки. Эти глубокие серые глаза долго смущали мои юношеские сны. Все думалось, как хорошо бы прильнуть к этим глазкам, да так и остаться там жить. Следующая история встречает нас на улице Семинарской, 16. Это скромный дом отца Надежды Забеллы, оперной певицы, музы римского Корсакова, а затем и жены Михаила Врубеля. Именно здесь пара познакомилась. Великий художник полюбил девушку сразу. Он восхищался прекрасным голосом и ее красотой. Хотя многие говорили, что художник придумал девушку, а черты ее лица не были правильными. Несмотря на это, Михаил Александрович боготворил жену. Милая моя Надюша, драгоценность моя бесценная, фиалка моя, роза моя шараская. Ни ее ты не возьму назад из моего письма. Я раб твой. Что подумаешь только, сделаю. Я не способен и несколько часов провести в разлуке с тобой. Историю любви Ивана Павлова и Серафимы Карачевской, Константина Паустовского и Екатерины Загорской вы можете узнать самостоятельно. Все точки маршрута можно посетить буквально за один час.